Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске заявление Ануша Рутюнян, спикера правительства Западной Армении. План противника – эвакуировать села Арцах, а затем войти и овладеть холмом. Нет другого неотложного вопроса, кроме обеспечения безопасности населения. Мэр Кармиршука. Сегодня день российско-турецкого незаконного соглашения. В повестке дня НАСА снова озеро Ван. Познакомимся с Западной Арменией. Дверь Магера в Ване. Дань госпоже Луис Кефер Сариан. 16 марта 2022 года спикер правительства Западной Армении Ануша Рутюнян в своем заявлении рассказала о медалях, которые правительство Западной Армении присуждает как участникам боевых действий, так и за заслуги в становлении и процветании Западной Армении. Статья полностью доступна на нашем сайте. Пограничная напряженность последних дней в Арцахе – это необычная напряженность, а спецоперация. Из Арцаха сообщают, что противник уже несколько дней ведет огонь, пытаясь захватить холм между селами Храморт и Ханапат. Речь идет о холме Караглух, который позволит ему взять под контроль весь Аскирян. А захватить Степанакерт будет очень легко. Плам врага очень просто – эвакуировать с деревни, затем войти и захватить этот холм. Община Арцаха Кармишука продолжает жить, несмотря на провокации со стороны врага. По словам глава общины Нарайка Атаяна, в их селе также слышны выстрели с азербайджанских позиций, расположенных на территории соседней общины Тагаварт. Обстрел проходил ночью 11 и 12 марта. Звук был слышен, но, к счастью, обошлось без повреждений. Посредством записей пытаются запугать население, сказал Атаян. По его словам, наиболее актуальным вопросом на данный момент является вопрос безопасности населения. 16 марта между Кималийской Турцией и Советской России был подписан русско-турецкий договор о братстве 1921 года. Согласно этому незаконному соглашению, Армения должна была иметь только 10 тысяч квадратных километров. В ходе переговоров как по московскому, так и по кардскому соглашениям Турция настаивала на соблюдении условий Александропольского соглашения. Потребовались большие усилия, чтобы отвергнуть требования турецкой стороны. Экспертиза по международному праву показывает, что московский договор является недействительным, поскольку на момент подписания соглашения ни одна из делегаций не была уполномочена выступать от имени своей страны. Русские и турецкие делегации еще не представляли власти своих стран. Договор был подписан в нарушении нескольких императивных и нерушимых принципов, которые веками существовали в международном праве. Одно из природных богатств Западной Армении озеро ВАМ привлекает космонавтов своим уникальным видом на космической станции. Снимок озера ВАМ из космоса впервые был выбран на онлайн-фотоконкурсе под названием «Всемирный турнир», организованном космическим агентством США НАСА. На этот раз озеро ВАМ привлекло внимание российских космонавтов. Олег Артемьев, космонавт Федерального космического агентства России, записал видео озера из космоса. Российский космонавт, также сфотографировал озеро Урмиа в Иране. Пещера Ваня в Западной Армении, называемая Дверь Магер, находится на высоте более 50 метров. Лестница ведет ко входу. У подножия скалы есть одно подземное сооружение. Дверь Магера известна своей религиозной клинописью, которая была выгравирована во времена правления Шпуины именюара Радского царства. Широко известны искусственные сооружения и большие постройки Вана. В народе так называемая Дверь Магера на поверхности покрыта рукописями. Ее также называют Вороньим камнем, что по легенде связано с эпической песней Давида Сосунци. От имени всех армян, живущих за границей в Западной Армении, которая следует за мной, я хотел бы выразить свое искреннее почтение. Великой представительнице общины, которая на протяжении десятилетия осуждала отрицание турецким государством геноцида против армян. Ее зовут Луис Кифер Сарян, чья семья из Бурсы. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет, оставив более 200 статей, посвященных святому делу армян. Давайте отдадим дань уважения этой мудрой женщине, которая много лет работала в тени. Спасибо, Луис, после стольких жертв покойся с миром. Наше тебе уважение, Жанна Киан. У меня была возможность познакомиться с Луис Кифер Сарян. Она была безоговорочно предана армянскому народу. Она всегда останется в наших мыслях. Западная Армения, ее народ, парламент, правительство выражают соболезнования ее детям и близким. Арменак Абрамя, президент республики, Западная Армения. Далее для вас армянская народная песня. Играет Сарян. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.